У заслуженного работника культуры России, Миры Шершовой, юбилей. Концертный зал с трудом вместил всех желающих поздравить замечательную белончелистку с днём рождения. Так многолюдных классики не было никогда, отмечают организаторы и гости вечером. Каждый человек скажет, что ему просто повезло, что он знает мирноумно. И Давид Захарович, это удивительная семья, неразделимая совершенно. А потом есть такая расхожая фраза, что друзей заводят в молодости. Мы с мирноумной познакомились, когда нам было далеко за 25. И вот вы знаете, это видимо такая осознанная уже, очень взвешенная и очень настоящая дружба. И дружба, и любовь. Я думаю, что мне повезло. Поздравить Миру Шершову пришли родственники, друзья, коллеги. Её племянница Ольга Воробьёва зачитала стихи, которые были подготовлены специально к празднику. Тридцатые годы идут в синий блузь, Геологи лезут в глубины ущелья, Клепают и пашут в Советском Союзе, А мама играла на лялое чай. Опущены ружья и подняты флаги, И снова слышны соловьиные трели, Солдат расписал суженый в их стадии, А мама играла на лялое чай. Миру Шершову маму привела в музыкальную школу в 11 лет. Выбор пал на виолончель, Самый февучий из инструментов, как считают музыканты. Я всю жизнь играю, всю жизнь, с 1939 года. И очень хочется мне сказать, что буквально красной нитью через всю мою жизнь прошёл Вадим Васильевич Буданов, теперешний профессор химико-технологического института. Я ему аккомпанировала, только как научилась играть. И с тех пор я всю жизнь аккомпанировать люблю больше, чем играть соло. Во время юбилейного вечера Мира Шершова не выступала. Возраст уже не тот, чтобы водить смычком по струнам. Но виолончель всё же зазвучала. Музыкальный подарок для юбиляра подготовили гости из Московской консерватории. Любовь Почерникова, Олег Мелёхин, РТВ Иваново.